И любая такая война оборачивается в итоге бомбежкой Воронежа. Бьем по своим, ищем фронту и подрыв основ там, где их нет. Целимся во вражий самолет, а попадаем в валовый внутренний продукт. Наводим прицел на вражий танк, а попадаем в показатель реальных располагаемых доходов населения. Это цитата из статьи российского политического журналиста Андрея Колесникова, бывшего шеф-редактора новой газеты и колумниста ряда изданий. Статья называется «Мы воевали сами с собой». О том, как любая война оборачивается бомбежкой Воронежа. Это очень любопытный текст, показывающий сегодняшнее настроение в части российского общества. Насколько эта часть велика, сказать сложно. В общем, хотят ли русские войны? Давайте-ка попробуем разобраться. Далее приводим текст Андрея Колесникова. К идее войны, точнее к идее возможности войны, можно привыкнуть, как к бормочущему фонам телевизору. К тому же российское общественное мнение уже пережило без ущерба для своего психического здоровья и даже с некоторым вдохновением, которое с годами сдулось, несколько военных компаний. Грузия, Крым, Донбасс, Сирия. Труднее будет привыкнуть к той войне, которая идет не по телевизору, войне, не являющейся компьютерной игрой, переворачивающей весь уклад жизни, все восприятие действительности. И речь не только и не столько об отключенном свифт или потере нескольких привычных инструментов повседневной жизни. Речь о психологическом надломе, который будет очень не похож на триумфалистские размышления респондентов фокус-групп о том, что мы, в кавычках, все делаем правильно. Кто такие мы? И зачем мы идем на войну в логике 1939 года? Мы войны не хотим, но себя защитим, оборону крепим мы не даром, и на вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью, могучим ударом. Каким ударом? Зачем? Кто на нас нападает сейчас-то? Сыну в университет поступать надо, а не в армию идти. Надо еще подумать о том, где отпуск проводить, бронировать билеты в Турцию, а то все разберут. И можно ли поверить в то, что все будет сделано малой кровью? В чем цели полагания? Защитить братьев на востоке Украины? Автор, видимо, имеет в виду братьев из террористических республик. Слово «братьев» в тексте заключено в кавычке. Эти братья, если только они не извлекают выгоды из своего служебного положения, задаются вопросом, когда все это кончится? Эта война длится уже дольше, чем Великая Отечественная. И ведь точно так же освобождали братьев в 1940 году, забрав в соответствии с известным пактом Западную Украину и Западную Белоруссию. Чтобы наказать упрямых финнов в 1939, не захотевших стать буферным государством и разменной пешкой в игре больших держав, имитировали обстрел с той стороны на границе и начали, по-отвардовскому, войну незнаменитую, в результате которой говорили о том, что несправедливую войну выиграть невозможно. За два дня взять Киев? Так грозные уже брали за два часа силами одного парашютно-десантного полка. Война в Афганистане подорвала моральные силы Советского Союза. Бремя военных расходов, расточительно неэффективная экономика, обвал цен на нефть – все это имело значение. Но важнее моральное разрушение общества изнутри, а отнюдь не снаружи, врагами и их разведками, джинсами, жвачками и журналами с похабщиной. Цинковые гробы породили в целом поколение, да, пожалуй, даже и не в одном, вьетнамский синдром – синдром братства в аду. Причем ад этот рукотворный, созданный без цели и смысла. Цинковые гробы подточили ощущение моральной правоты Советского Союза и остатки уважения к руководству. Вместо того, чтобы вдохновить, война демобилизовала. Полстраны дрожала в ожидании призыва мальчиков в Афган. И никто не хотел умирать за политбюро, между которым и родиной уже не ставили знака равенства. СССР развалился бы еще раньше, если бы Брежневу не хватило бы ума остановить план вторжения для наведения порядка в Братской, опять Братской, Польше в 1980 году. Оставалась еще в Леониде Ильиче минимальная рациональность, несмотря на обвальное старение организма. Вместо коммунизма – Олимпиада. И еще одно вторжение вместо Олимпиады оставило бы страну без хлеба и средств к существованию, стоило более жесткими, чем обычно санкциями перекрыть трубу и, соответственно, обратный поток нефти долларов. Любая военная операция без цели полагания и чувства абсолютной справедливости вместо броня крепка и танки наши быстрые вынуждает запеть другую песню 1987 года мудрого Бориса Гребенщикова. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. И любая такая война оборачивается в итоге бомбежкой Воронежа. Бьем по своим, ищем фронду и подрыв основ там, где их нет. Целимся во вражий самолет, а попадаем в валовый внутренний продукт. Наводим прицел на вражий танк, а попадаем в показатель реальных располагаемых доходов населения. Вообще говоря, как писал военный историк Майкл Ховард, уже давно наступила постгероическая эпоха. Люди хотят жить, а не воевать. Торговать, путешествовать, зарабатывать деньги, осмысленно отдыхать, разбираться в сортах итальянских вин, придирчиво выбирать купальник на новый курортный сезон. Новые поколения не знают ни Эллина, ни Иудея. Они открыты миру. Не зря же 66% молодых людей категории 18-24 года хорошо или очень хорошо относятся к украинцам. Им все равно, что там взрослые дядьки делят и не могут никак поделить. У среднестатистического молодого москвича больше общего с молодым киевлянином, чем с каким-нибудь патриотически настроенным депутатом, желающим превратить этого молодого россиянина в предварительно оболваненное пушечное мясо ради... Вот ради чего? Если в семьях действительно хранится память о большой войне, то желать войны, пусть и маленькой и якобы победоносной, эти семьи ну никак не могут. В сегодняшних обстоятельствах, когда по ту сторону окопа не Гитлер, война – это бойня и смерть ради чьих-то амбиций. Больше ничего. Если в семьях действительно хранится память о репрессированных, они не могут мечтать о дополнительной бомбежке Воронежа. Ради... ради чего? История, если это действительно история, а не мифологизированный набор штампов, не может вдохновлять на войну и усиление репрессий против собственного народа, поиски врагов и агентов среди соседей. Она может только предупреждать и останавливать, но для этого ее нужно знать и не удовлетворяться тем, как пропагандист Самвона рассказывает о том, что мы никогда ни на кого не нападали. Можем повторить? Что повторить? Зачем повторить? И мы уверены в том, что повторяем именно то, что сделали наши предки, защищая страну, а не нападая на других. Кажется, мы делаем что-то совершенно другое, прикрываясь памятью о предках, как щитом. Когда жахнем по Вашингтону? Да тогда, когда сами установим внутри себя культ смерти, свойственный, как свидетельствует немифологизированная история, самым диким и жестоким политическим режимом. И снова, ради чего? Коллективный мозг нации иной раз очень точный радар. Уже несколько лет, как вторая тревожность в списке возможных ужасов для россиян, страх мировой войны. Именно мировой. Триумфалистская воинственность больше не мобилизует. Она пугает. И любой малый конфликт в глазах тех же россиян может перерасти в мировую бойню, где не будет победителей. Может быть, стоило бы все-таки прекратить эту войну с самими собой и заняться обустройством своей собственной земли? Данные разведки врать не будут. В качестве дополнения или вместо вывода простая новость из информационной ленты. Россияне готовы на понижение уровня жизни, которое может произойти из-за санкций после признания Донбасса. Такое мнение в ходе заседания парламента выразил депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. «Народ России полностью поддерживает наши постановления и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил он. Не хочется испытывать иллюзии, но, по-моему, уровень оболванивания российских граждан уже совершенно недостаточен для безоговорочной поддержки, потерявшей адекватность российской власти, живущей где-то в параллельной реальности. Диссонанс заметен невооруженным взглядом. Даже ура-патриоты уже не понимают, какого черта происходит в России. На следующих выборах уже почти невозможно будет нарисовать безоговорочную поддержку правящей партии, если, конечно, до выборов дойдет дело. Вместо желаемого Путиным восстановления СССР мы, очевидно, получим развал Российской Федерации. Ведь Советский Союз приказал долго жить в похожих нынешним обстоятельствах. Так что ждем. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!